Врачи некоторых частных клиник подтверждают, что цены действительно подняли на отдельные позиции лечения на 10-15%. По сообщению известий, медицинская сфера не попала под санкции, но из-за роста курса валют и усложнений логистики подорожание неминуемо. В стоматологии импорта больше, чем во всей медицине, а это более 90% зарубежных поставщиков. Пациентам стоит ожидать повышения стоимости лечения, потому как поставщики, особенно импортных препаратов, подняли цену значительно от 30 до 60%. Стоматологии же не могут позволить себе такую роскошь, поэтому подняли по минимуму от 15 до 30% на отдельные виды работ, протезирования и лечения. Но стараемся держать их на нижнем уровне. А вот тарифы на стоматологическую помощь в государственных учреждениях регулируются Российским министерством здравоохранения и не изменились, сообщает портал объясняем.рф. Некоторые услуги по-прежнему можно покрыть за счёт ОМС. Протезирование, имплантация, ортопедия и даже пломбирование. Почти везде необходимы зарубежные товары. Как объясняют врачи, через несколько месяцев без расходных материалов останутся как государственные, так и платные клиники. Их заменит продукция отечественных фирм, хотя и уступающих в качестве импортным производителям. Импортозамещение уже есть и достаточно значительное. Но некоторые позиции пока российские производители не дотягивают до уровня мировых лидеров. В частности, имплантация, производство керамических конструкций и всего остального. В то же время есть страны-партнёры, как Пакистан, Индия и Китай, которые поставляют качественные товары. Поэтому эксперты дефицита в товаре не прогнозируют. А вот с подражанием на стоматологическое лечение придётся всё-таки свыкнуться. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петрий. Время новостей.